аааа аааа Я свинья Макаронина 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 Я вообще к экзаменам буду готовиться. Собираешься или чё? К какому экзамену? К таким экзаменам. У тебя вообще-то завтра экзамен по общественному знанию. Завтра у меня у тебя. И чё? Давай готовься. Халява, приди! Что ты делаешь? Это не поможет. То есть не поможет? Давай нормально садись и готовься. Ты готовишься? Да, мам, я готовлюсь. Да, я готовлюсь. Готовлюсь, готовлюсь. Да, я вижу, как ты готовишься. Да, нет. Не знаю, я не знаю. Ты готовишься? Я готовлюсь, я готовлюсь. Смотри у меня. Пум! Кстати, ребята, этот сайт на самом деле очень полезный. Так что если вы сдаёте ОГЭ и ЕГЭ, то вегонный сайт решёт. ОГЭ. Один червячок танцует макарину, два червячка танцуют макарину, три червячка танцуют макарину. Ээээ, макарина. Пум! Пум! Привет! Если вы так же, как и я, уже сдали ОГЭ, или ещё сдаёте, то это видео для вас. Всем привет! С вами я, Ксения Кулицевой. Сегодня я расскажу, что я думаю, по поводу ОГЭ. Ребята, на самом деле, это такая шняга. Но когда нас готовили к этому, мне это всё представлялось вот именно вот так. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня вы сдаёте общий государственный экзамен. Спешу вас обрадовать, что вы ничего не сдадите. Сегодня вы сдаёте экзамен по русскому языку. Знаете, что каждому по силам сдать ОГЭ? Ага, конечно. Именно поэтому мы вас и заставили сдавать ещё два дополнительных экзамена. Ведь вам так хорошо жилось. Ну, вам повезло. В этом году ваши работы не будут учитываться при выставлении оценок. Но экзамен вы всё равно обязаны сдавать. Так, при себе вы не должны иметь ничего. Ничего не должны иметь. Даже чёрную гелевую ручку. Всё мы пишем... КАРАЛЬЯ! Добытой из вашего милого пальчика. Сейчас вы по очереди подойдёте ко мне. Я вам его укорю. И вы будете этим писать сочинение и изложение на 50 листов. Но не важно. Ребята, самое главное, успокойтесь. Вы всё сдадите. Ага, конечно. Обязательно всё сдадите. Потому что если вы не сдадите, то вы не поступите на работу. Вы будете работать дворниками или вообще будете жить на улице. Поэтому, ребята, вы всё обязаны сдать. В противном случае, мы вас заставим сдавать это ещё сто раз, пока вы не сдадите. И всё. Давайте садитесь. Успокойтесь. Успокойтесь. Всё хорошо. Сейчас мы раздадим работу, которую невозможно решить даже взрослому человеку. И вы будете это решать. И пусть удача всегда будет на вашей стороне. Это уже были какие-то голодные игры. Или королевская битва. В то время, как мои одноклассники боялись этого, я над этим смеялась. Потому что это было смешно. Блин. Такая, чёрт возьми, логичная. Мы сдавали в других школах. Нас водили другие учителя, они по предмету. И вообще даже, допустим, на русский шли, нас филолог не мог внести, и английского языка учитель. То есть мы были, как... Но, хочу вам сказать, не было никаких камер, металлоискателей. Единственное, на последнем экзамене нас напугали мужики, которые сказали... Где твой паспорт? Вот это было страшно. Согласна, это было страшно. Но, а так, в принципе, ничего такого не... В общем, я даже не понимала тот факт, что я в другой школе. Вообще, мне пофиг. Когда я сидела на экзамене по математике, я думала, что либо я такая тупая, что мне дают такие простые задания, либо я такая тупая, что мне дают такие... Что я не могу решить вот эти сложные задания. Сторона квадрата равна 10. Найдите его площадь. Найдите площадь данной фигуры, если одна клеточка равна 1 сантиметру. Дан Ромб, найдите его большую диагональ по клеточкам. Они что, меня за дуру держат? И у каждого была, наверное, такая ситуация на экзамене, когда ты сидишь такой, все написал, а сдать боишься. Так, я все решила, все проверила. Но, блин, не хочу сдавать первое. Пусть кто-нибудь сначала сдаст. Ну давай же ты скорее. Извините, можно сдать? Ой, наконец-то. Извин, ты сидишь такой на экзамене по биологии, а твои мысли летают в облаках. Было бы неплохо снять об этом видео. О боже, скоро соревнования! Интересно, сколько у меня сейчас подписчиков? Стоп! А где это я? АГ? Это что вообще за предмет? Ситуация из жизни. Сижу я такая за ночной экзамене, и тут меня начинает бесить кашляющий пацан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ох, я думала, ты точно в мажу ему. Ох, в мажу. В следующий раз в мажу. Напишу экзамен, сдам и пойду, и забью его. Также я выявила 4 типа людей на экзамене. Первый тип, это человек, который не готовился и сдал. Второй тип, это человек, который готовился, но не сдал. Субтитры сделал DimaTorzok Третий тип людей более мне непонятен. Это человек, который готовился и сдал, но хотел лучше. Субтитры сделал DimaTorzok Ну чё у тебя? Двух баллов до пятёрки не хватило. И четвёртый тип людей, это человек, который не готовился, но в нём теплилась надежда на то, что он всё-таки сдаст экзамен. Ага, конечно. Пожалуйста, хотя бы четыре парта. А хотя бы пять. Хотя бы пять партнётов. Ага. В общем, ребята, ОГЭ это фигня. Просто фигня. Потому что там дают такие тупые задания, с помощью которых вы можете набрать даже на тройку. То есть вы можете набрать баллы, потому что вам дадут тупые задания. Это всё элементарно, ребята. Э-ли-мин-тар-но. Ну, потому что я вам отвечаю. Я там была, я всё это проверила. Конечно, у нас в следующем году будет еще двадцатая оценка, на которую вы допишите дополнительный экзамен. А у меня нет. Чё? И если ты ещё не сдал экзамен, то вставай. В общем, с вами была я, Ксения Гульцова. Все сдадут ОГЭ, ЕГЭ и прочую шнягу. Па-